Многие россияне мечтают побывать в Олимпийском парке, который представляет собой одну из самых значимых достопримечательностей России. Планируя предстоящие путешествия, важно знать, как добраться до Олимпийского парка из Сочи и правильно организовать предстоящий отдых. Добираться обычно легко и просто, но нужно знать точное время, которое потребуется для поезди, чтобы правильно планировать путешествия на сегодня или завтра с учетом места пребывания и личных пожеланий. Олимпийский парк занимает площадь около 200 гектаров. При проведении Олимпиады в 2014 году здесь были организованы почетные церемонии открытия и закрытия, соревнования в закрытых помещениях по хоккею, керлингу, фигурному катанию и шорт-треку. После того, как состоялась Олимпиада, объекты и инфраструктура стали принадлежать Сочи. Неудивительно, что местные жители Адлера и Красные Поляны гордятся такой спортивной достопримечательностью. Совет, планируя посещение Олимпийского парка и желая получить яркие впечатления, целесообразно арендовать велосипед или другое подходящее средство передвижения. Это обусловлено большой площадью достопримечательности, которую хочется тщательно изучить. Пункты проката находятся практически во всех частях Олимпийского парка, причем час обойдется примерно в 150 рублей. Звездочка на входе также доступна экскурсии на гольф-карах, поэтому времяпровождение может быть интересным и запоминающимся. Олимпийский парк славится стадионом, ледовым дворцом и ареной, центром керлинга и конькобежного спорта, дворцом спорта. Однако посещение обычно предполагает только наружный осмотр зданий, ведь они также отличаются необычным архитектурным исполнением. Внутрь туристы попадают, если проводятся соревнования или шоу-программы. Билеты продаются в кассах, агентствах, отелях Сочи и на сайтах, причем иногда нужно оплатить дополнительную комиссию. Туристы часто стараются ознакомиться с актуальной афишей, чтобы запланировать посещение культурной достопримечательности. Парк также славится центральной «медальной» площадью. Она представляет собой открытое пространство площадью 48 тысяч квадратных метров. Здесь было организовано награждение победителей Олимпиады. На площади также находятся такие достопримечательности, как стена славы и музыкальный фонтан. Интересно, что на стене можно посмотреть имена спортсменов, которые сумели завоевать медали в 2014 году. На площади часто фотографируются рядом с этими достопримечательностями. Меньше людей бывает у Олимпийских колец, которые находятся в противоположной стороне парка, рядом с ЖД-станцией. Однако рядом с Олимпийскими кольцами также желательно побывать. Парк славится тремя музейными центрами, которые находятся вблизи колеса обозрения. Прежде, до июля 2017 года, музеи находились в другом месте. Центры работают с 10 утра до 22 часов вечера. Стоимость входного билета для взрослых составляет 300-350 рублей и звездочка, для детей 200-250 рублей. Звездочка – механический музей Леонардо да Винчи. Посетители могут узнать изобретение гениального автора. К тому же некоторые экспонаты возможно привести в действие. Электрический музей Николы Тесла посвящен тайнам электричества. Здесь регулярно проводится шоу «Мегавольт – повелитель молний». Причем в своеобразной клетке страха туристы понимают, как могут бить молнии. Музей СССР, известный как музей счастливого детства, позволяет вспомнить о советских годах. Здесь представлены соответствующие игрушки, предметы быта и интерьера. На территории парка располагается автомобильный музей, но он находится в другом здании, визуально напоминающем павильон ВДНХ. Внутри представлены отечественные и зарубежные машины. Музей церемонии открытия Олимпийских игр закрыт. Экспозиция представлена в Музее спортивной славы Сочи, который находится по улице Советская, 26А. Сочи парк также славится развлечениями, ведь он предлагает разнообразные современные аттракционы туристам. Эту достопримечательность часто воспринимают в качестве сочинского Диснейленда. На территории парка успешно работают 20 аттракционов разного уровня. Самыми экстремальными признаны «Квантовый скачок», «Жар птица», «Змей Горыныч». На территории парка также работают дельфинарии, площадки для детей, уютные кафе. Цена билета зависит от времени посещения и способа покупки. Желательно покупать билет на официальном сайте Сочи парка, где также можно ознакомиться с расписанием работы достопримечательности и спланировать свой отдых. Летом бывают акции на входные билеты. Например, те, кто заинтересован в вечернем графике, 18,30-22, могут выбирать билеты по доступным ценам. Также можно покупать абонементы на пару дней, неделю или месяц. Сочи парк с середины ноября до марта закрыт для проведения ремонтно-профилактических работ из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому в январе невозможно посетить известную достопримечательность, которой гордится каждый сочинец. Шоу «Поющих фонтанов» — это уникальное мероприятие, ради которого можно приехать вечером. К тому же Олимпийский парк располагается по удобному адресу. Начало шоу зависит от сезона, но длительность всегда составляет один час. При проведении шоу звучит классическая музыка, которая чередуется с современными поп и рок-мелодиями. Репертуар часто меняется, поэтому посещение шоу оказывается интересным. К тому же объект состоит из 264 фонтанов с индивидуальной подсветкой и пушки могут выбрасывать воду на высоту 30-79 метров. Посетители часто стоят рядом с чашей фонтана и на пешеходном мосту сидят на лавочках и траве, наслаждаясь необычным шоу. Нужно отметить, что сидячие места по периметру желательно занимать за час до начала программы. Карта Сочи парка туристы часто интересуются, как добраться до Олимпийского парка Сочи лучше всего. Существуют разнообразные маршруты из центра курортного города и других улиц. Даже с аэропорта и вокзала, улицы Лазаревская и Свердлова можно легко и быстро доехать до достопримечательности, что способствует ее особенной популярности. Электрички. Туристы часто интересуются, какой способ является самым удобным. Обычно рекомендуется доехать на электричке «Ласточка». Она следует от Сочи до Олимпийского парка. Важно отметить, что электрички являются комфортабельным и быстрым транспортом, поэтому расстояние можно преодолеть за минимальное время. Однако транспорт ходит не так часто, как хотелось бы. От Олимпийского парка, конечная станция, до главного входа в парк нужно пройти всего лишь несколько шагов, преодолеть лестницу. Если нужно быстро проехать до достопримечательности, «Ласточка» будет наилучшим вариантом. Маршрутные такси и автобусы. Планируя поехать в Олимпийский парк, нужно знать, что автобусные маршруты являются самыми удобными. Маршрутное такси 124. Оно ходит по направлению Сочи, Олимпийский парк. За проезд по территории одного района потребуется заплатить 17 рублей. Обычно ездят с Мацеста, Хоста, Адлера. Стоимость может составлять 68 рублей и звездочка. В результате стоимость будет дороже маршрутки и рейсового автобуса номер 125. Автобус ходит не точно в парк, так как он высаживает туристов на расстоянии четвертых километров от главного входа, и в дальнейшем нужно будет прогуляться. Во время прогулки удастся лубоваться местной природой. Автобус номер 57. Он ходит с остановки от стороны моря рядом с железнодорожным вокзалом Адлера и останавливается недалеко от центрального входа в Олимпийский парк. Такой вариант считается одним из самых удобных. Автобус номер 125 секунд. Он ходит в объезд парка. Точка отправления – это торгово-развлекательный центр «Маримол». В центральную часть Адлера не заходит и едет только по объездной дороге мимо нового века. При желании можно выйти на остановки Сочи парк, автобус остановится только по требованию, после чего пройти к местной достопримечательности. Автобус номер 100. Он идет до параллельной улицы набережной Олимпийского парка, благодаря чему путь до достопримечательности будет коротким. Начальная остановка – это железнодорожный вокзал Адлера. Факт. Также можно доехать до Олимпийского парка на автобусах в одном, в 3, в 6. Они ходят с утра и до позднего вечера. Интервал обычно составляет 30 минут 1 час. В этом случае автобус Сочи «Олимпийский парк» будет наиболее предпочтительным для тех, кто не живет в центре города. В одном отправляется с остановки железнодорожного вокзала Сочи, улица Островского, недалеко от автомобильной стоянки. Также он останавливается на ЖД-станции, Мацеста. На дорогу нужно выделить чуть меньше первого часа, в 3 начинает свой маршрут со станции Хоста. Также он останавливается в Кудепсте и на вокзале Адлера. Нужно отметить, что этот автобус является единственным транспортом для жителей Кудепсты, который позволяет добраться до известной достопримечательности без пересадки, в 6 едет с железнодорожного вокзала Адлера. Для того чтобы доехать до Олимпийского парка, требуется около 15-16 минут. Эти автобусы являются самыми популярными, поэтому рекомендуется пользоваться ими тем, кто предпочитает общественный транспорт. К тому же в большинстве случаев можно выехать с автовокзала, что будет удобным вариантом для начинающих туристов. Такси. Этот вариант является самым дорогим. К тому же, Бамбила, может установить высокую стоимость. Опытные туристы отмечают, что от таких поездок желательно отказываться, так как невозможно предположить исход и цену. Желательно заказывать официальное такси по телефону. Рекомендуется ориентироваться на цену примерно в тысячу рублей звездочка, но таксисты часто берут 2-3 тысячи рублей звездочка. Интересно. В Сочи также популярна служба, Red Taxi. Стоимость будет демократичной, но обслуживание часто разочаровывает. Личная машина. Туристы часто решают пользоваться арендованным автомобилем. Этот вариант является удобным, но нужно знать местные маршруты и успешно ориентироваться по существующим ориентирам. Если знать, как доехать от Сочи до входа в Олимпийский парк, этот вариант будет наиболее предпочтительным. Обычно нужно двигаться по курортному проспекту или дублеру, вдоль набережной. Первоначальное место прибытия – хоста. Затем нужно двигаться прямо до Адлера. После того, как состоится въезд в Адлер, нужно двигаться по улице Ленина, чтобы попасть в парк. При этом можно подъехать к достопримечательности наиболее удобным вариантом, ведь парковки находятся в двух местах. Можно свернуть рядом с вокзалом Адлера и проехать по улице Ленина. В этом случае нужно проехать Старый мост и выехать на улицу Каспийскую. Затем удастся въехать на территорию парка со стороны «Ледяного куба». Также можно двигаться в сторону аэропорта по Насыпной улице, автомобильная дорога А-147. В этом случае потребуется пересечь новый мост. Удастся въехать в парк в удобном месте. Этот способ является предпочтительным, так как поездку упростят уменьшение светофоров и отсутствие большого количества пешеходов. Поездка на личном автомобиле часто становится наиболее предпочтительным вариантом для тех, кто заинтересован в успешном путешествии. Как добраться из Сочи до аэропорта? Туристы часто интересуются, что лучше – арендованный автомобиль или общественный транспорт. Преимуществ поездок на машины будет много, на машины можно доезжать до нужного входа, ориентируясь только на личные предпочтения, днем можно быстро добраться на машины, если хорошо знать местные дороги. Основная задача – это избежать нежелательных пробок, гарантируется высокий уровень комфорта и оптимальная скорость езды. Нужно отметить, что недостаток будет только один – возможное незнание местных дорог. В этом случае потребуется воспользоваться навигатором, с помощью которого удастся успешно доехать до места назначения. Олимпийский парк – известная достопримечательность Сочи, которую обязательно нужно посетить. При правильном планировании путешествия, проблем с проездом к Олимпийскому парку у туриста возникнуть не должно. Звездочка цены актуальны на сентябрь.